Пришел Абраам предать Пасаре и оплакивать ее. И отошел Абраам от умершей своей, и говорил сынам Хетовым, и сказал, Я у вас пришелец и поселенец, дайте мне собственность, место для гроба между вами, чтобы мне умершую мою схоронить от глаз моих. Сыны Хета отвечали Абрааму и сказали ему, Отглуши нас, Господин наш, ты, князь Божий, посреди нас, в лучшем из наших погребальных мест похорони умершую твою. Никто из нас не откажет тебе в погребальном месте для погребания умершей твоей. Абраам встал и поклонился народу земли и той, сынам Хетовым. И говорил им Абраам и сказал, Если вы согласны, что я похоронил умершую мою, то послушайте меня, попросите за меня Ефрона, сына Цухарова, чтобы он отдал мне пещеру Махпелу, которая у него на конце поля его, чтобы за довольную цену отдал ее мне посреди вас, собственность для погребения. Ефрон же сидел посреди сынов Хетовых и отвечал, Ефрон Хетиянин, Абрааму вслух сынов Хета, всех входящих во врата города его, и сказал, Нет, господин мой, послушай меня, я даю тебе поле и пещеру, которое на нем даю тебе, пред очами сынов народа моего, дарю тебе ее, похорони умершую твою. Абраам поклонился пред народом земли той, и говорил Ефрону вслух народа земли той, и сказал, Если послушаешь, я даю тебе за поле серебро, возьми у меня, и я похороню там умершую мою. Ефрон отвечал Абрааму и сказал ему, Господин мой, послушай меня, земля стоит 400 сиклей серебра, для меня и для тебя, что это, похорони умершую твою. Абраам выслушал Ефрона и отвесил Абраам Ефрону серебра, сколько он объявил вслух сынов Хетовых, 400 сиклей серебра, какое уходит у купцов. И стало поле Ефрону, которое при Махпеле, против Мамри, поле и пещера, которое на нем и все деревья, которые на поле, во всех пределах его вокруг, владением Абраамову пред очами сынов Хета, всех входящих во врата города его. После сего Абраам похоронил саду, жену свою в пещере, поле в Махпеле, против Мамри, что ныне Хеврон, в земле кананской. Так досталось Абрааму от сынов Хетовых поле и пещера, которая на нем собственность для погребения. Аминь. 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 В Питере 23, здесь мы читаем, как умерла Сара. И видите, что Абраам мне как-то сказал, что, ну слава Богу, она сейчас уже на небесах. В Библии учится о том, что после смерти мы живем без сознания, состояния. Но если мы крещённые во Христе, тогда у нас есть надежда воскресения из мёртвых. И это всё часть этих обетований, которые Бог дал Абраму. Он сказал, что ты и твоей семьёй, вы будете жить вечно на этом земле. В тот земле будет, ну, ваше вечное наследство. Но так как объясняется в Новом Завете и Павел, и Степан, они все так говорили, что Абрам умер, а не получил то, что Бог обещал. Он обещал ему вечное наследство земле. А он умер без этого. А разве Бог не будет исполнить то, что он обещал? Конечно, он исполняет. И это требуется, конечно, в воскресенье. Если Абрам умер, Бог обещал дать ему вечное наследство земле. Он умер, не получил. Значит, что обязательно должен быть воскресенье в телесном виде, чтобы он получил бы тот наследство. И хотя есть очень много символов, метафоров и так далее в Библии, нам не надо забывать о том, что это очень, если тоже буквальности в Библии, что Бог обещал дать человеку буквальным образом наследство здесь, на этом планете, на этом земле. Бог даже сказал Абраму, ходите, ходи по всему землю, смотри то, что есть здесь, потому что я это дам тебе вечное. Значит, что где он ступил своими ногами, это вот буквальным образом его земле. И так получается, что Абрам на самом деле опять будет на этом земле. И это все, ну, часть этих обетований, которые Бог дал ему, которые являются, как Павел писал, как Галатам, которые получаются для нас основания для явания. Поскольку человек понимает крещение, тогда Павел сказал, все то, что Бог обещал Абраму, он и тоже обещал нам. Значит, мы будем и тоже воскреснуться, и мы будем и тоже получать вечно наследство буквальным образом на этом земле. Так как Иисус сказал, что у одного человека будет пять городов, у другого два и так далее. И Откровение, 5 глава, 30 стих, мы будем царствовать на земле. Буквальным образом тогда мы сможем понять, что, допустим, в Латвии, где мы живем, что один день это будет наше. Поэтому как-то не так сильно интересуются всякие политики и так далее, и всякие стремления, чтобы покупать, допустим, кусочек земли. Есть люди, которые работают двумя, трех тоже работают, чтобы платить на банку, чтобы сказать на конце своей жизни, это маленький кусочек, это мое. Главное, это твое, правда. До того, что ты умрешь. Когда ты умрешь, это все. Это не твое. И Бог обещал дать нам вечное наследство этого земли. Получается тогда, что Бог не будет разрушить эту землю. Люди боятся о том, что планета скоро всего сам себе разрушится. Не может быть, потому что Бог это обещал дать нам как вечное наследство. Да, это заветное отмещение, которое Он обещал дать нам. И это поэтому, кажется, даже абзор, что Авраам, ну, пришлось для него покупать маленький кусочек, тот землю, который Бог обещал ему. Авраам, это твой. Это твой. Как вечное владение. А ему пришлось покупать печер, где похоронить свою жену. И освещение, которое у нас есть в этом главе, в том, что это все так формально было сделано. Очень формально, они очень корректно все записали, все, что да, тот кусочек, это твое. Я заметил на 17 стихе поле и пещера, которые на нем и все деревья, которые на поле, во всех пределах его вокруг. То есть, они все это определили до конца. Деревья, да, и есть пещера в этом поле, это тоже будет, на этом, на рамках, на пределах этого земля. Ну, все земля, это его. Потому что Бог обещал ему. Поэтому есть, ну, какую-то абсурдность в том, что люди считают, что да нет, вон отсюда, это мой приватный территорий, это мой приватный, вот, земля, и вон отсюда, это моё, это не твой. Это мой дверь, я это закрою, это моё. Ладно, ну, наверное, для той жизни. Но фактически, все тут земли, это наше. Это наше царство. И мы будем здесь жить вечно. Поэтому всякие, этих, ну, геморроиды, то, что, ой, мне надо, это покупать мне надо, это, чтобы это моё. Надо. Это только для этой жизни. Самое главное, это уже наше. Это уже наше. И Бог это уже нам дал. Просто нам надо ждать для Царства Божьего, когда Он будет Царством Божьего, когда всё это закончится и Его Царство здесь будет на земле. И Авраам поклонился народу земли той, но сенам Гетовим, там в 7 стихе написано, то есть в Божьем, да ладно, это ваше и так далее. Написано в 4 стихе, я у вас прищелец и поселенец. То есть он сказал, что я не отсюда. У меня как-то другой народ. Но где его народ? Уже далека. Он уже ушёл давно и далека. Оттуда, откуда он, там урхалдейский. И для нас тоже. Кто я? Это на психологическом уровне немаловажный вопрос. Кто я? И мы сможем сказать, что я русский, я такой-такой. Ну ладно, это по плоти. Самое главное, что человек сам себе идентифицируется с этим духовным Израилом. Потому что, поскольку человек принимает крещение во Христе, он является потомок Аврамова, член Турнови Израила, Турнови семьёй, которые Бог устроит, создаёт, естественно, на этом земле. И так получается, что у нас новая идентичность. Новая идентичность. Я не просто парень, который живёт в каком-то квартире, в этом доме, на этом улице, в этом городе, в этом стране, на этом планете. Нет. Мы гораздо больше. Это просто по-человечески. У нас есть тогда идентичность совсем по-другому. Что я, поэтому член, тот новый народ. Поэтому через крещение человек выступал на совсем новую семью. Где наши духовные связи с друг другом гораздо выше и важнее, чем наши плотские. Поэтому это для многих людей как-то не было. Они предпочитают иметь своих семьёй, своих новых округов и так далее. Тут понятие, что есть новое общество, есть новая семья, есть новый как-то сет, отношения. Во Христе это как-то не очень для людей приятно. Почему, наверное, здесь в Латвии как-то и в Англии более тогда, ну, я сказал бы, привлекательно для людей, чем, допустим, в арабском стране. Там у них есть семья. И своих религий, и своих культур, и так далее. И как-то принять Иисуса и всякие это потирать, это для них очень сложно. Для нас в этом культура сплошной индивидуализм, который у нас есть здесь. Хотя это плохо в одном отношении. Мы сможем тогда оба руками принять тот новый вот сет, отношения, который Бог предоставляет нам во Христе. Итак, Авраам как-то им уважал, но они сказали, что ты такой князь Божий посреди нас, они сказали в 6 стихе. Даже они чувствовали, что ты не отсюда, ты не наш. Хотя они с приятностями как-то его восприняли, они чувствовали, что он не совсем из них он просто пришел, как он сказал, как прищерец и поселенец. То есть он как-то мимо шел через тот мир. И я уверен, я уверен, что людей как-то смотрят и точно над нами похоже, что он как-то не один из наших, он в одном плане да, но как-то что-то с этим человеком отличается. И это хорошо, что людей так и чувствуем, что мы не совсем с ними, что мы с ними не совсем, что кое-что есть у нас необыкновенное, как-то странное для них. Вполне так и есть. Почему? Потому что мы не сможем скрывать, что у нас как-то другое политика, у нас другое направление в жизни. Не говоря, что мы как-то лучше или выше, нет, но все-таки есть кое-что, которое отличается. У нас в конце концов есть путь перед нами, который закончится в Царстве Божьем. У них нет такого. они просто существуют день за день, день за день, и все, и в конце концов умирают. У нас кое-что лучше, кое-что дальше, кое-что выше, чем просто существовать каждый день. И, как я сказал, в 18 стихе написано, что они продавали то поле Аврааму как владение Аврааму пред отчами сынов Хета. Это пред отчами сынов Хета, это было его владение. И опять в 20 стихе досталось Аврааму от сынов Хетов поле в собственность для поглядения. То есть они считали, что это его владение пред их отчами. Но конечно Бог сказал Аврааму, что я дам тебе тут земле не только тут поле, а вообще без земли я дам тебе как вечное владение. А здесь пред отчами сынов Хета его владение будет только тот поле толкалок на глазах мира. Ну ладно, у нас есть своя комната, своя квартира, свой дом, даже дача. Хорошо. Пред отчами мира, да, это то, что у нас есть. А фактически пред отчами Господа у нас в принципе есть землю. Это наша. Я думаю, что тогда есть какое-то практическое значение в том, что наша надежда это не как-то уехать, выходить, как-то жить на небесах, а получать скис на земле вечное наследство. Эта карта имеется какое-то значение в практическом виде, в том, что это от нашей мотивации против материализма. Зачем тогда зарабатывать столько, зачем тогда все покупать, покупать, если фактически это уже мое, если это уже наше, зачем тогда, вообще зачем столько отдать своей жизни чисто для этого, зачем. И так, это безусловно призыв к нашему клонос, который у нас все есть, материализм, и переживания, что у меня будет, когда я умру, кому я буду дать последствия, наследствия, ой, если только у меня будет какой-то земли, которую я могу дать мои дети. Ну, ладно, это по-человечески, фактически у нас все есть. Самое главное, чтобы мы будем в этом царстве. Благословьем, Иисус сказал, кроткий, потому что мы будем наследовать землю. Это является наше наследствие, тот и вечное наследствие, не только за 70-80, мне дай бог, 90 лет, а вот вообще вечность, вечное наследство. Тот земле, где мы сейчас ходим, так как Авраам ходил, это вот наше. Понимаете, почему я ободраю людей хреститься, почему я ободраю? Потому что на самом деле мы будем становиться дети Авраамом и мы будем на самом деле получать вечное наследство на той земле. И если кто интересует на этом, то обрати пожалуйста ко мне. женщина. Итак, откуда мы знаем, что это все точно? В Новом Завете говорится о том, что Иисус умер. И чтобы как-то подтверждать тех обетований, которые Бог дал Аврааму, Павел объяснил, что Новый Завет в принципе это одно и то же на то, что Бог обещал Аврааму. Есть тогда парадокс, что закон Моисеева, который называется Старий или Ветхий Завет, Бог дал чуть позже, после этих обетований Аврааму, которые являются основанием для Нового Завета. И Иисус умер, чтобы как-то показать 101%, что на самом деле это все актуально, это все исполняется. И поэтому когда мы возьмем эту чашу, это является чаша Нового Завета. Это как подтверждение от Бога, что то, что Он обещал Аврааму, тот Новый Завет, на самом деле исполняется. Что на самом деле все то, что мы как раз почитали, о том, что Бог обещал дать Аврааму и его потомки вечные наследства этого земля, что это все на самом деле будет. Конечно, в одном плане если Бог кое-что обещал, нам придется просто так просто верить, то, что Он обещал. Но понимая нашу ковность неверия, Бог как-то подтверждал то, что Он сказал. Разве Ему надо подтверждать? Конечно, Ему не нужно это подтверждать. Но Он решил подтверждать, чтобы ободрить нам веру. И каком способом Он это подтверждал? Способом того, что Иисус умер для нас, чтобы Его кровь как штамп, как печат, чтобы показать до таком степени Бог серьезно об этом. В этом плане это откроется окон на сложный вопрос, зачем Иисус умер. Если Иисус не умер, могли бы человек получать вечную жизнь? Ну, я думаю, по идее да, потому что все возможно для Бога. Ему не надо способ действия в этом плане. Но в своей мудрости Он все это решил так, чтобы смерть Иисуса был бы какой-то штамп, какой-то печать, чтобы показать до таком степени то, что Он обещал Аврааму вечное наследство этого земля. До таком степени это реально, до таком степени это фактически исполняется. Итак, поскольку мы возьмем тот чашел на руках, у нас есть там его подтверждение о том, что он обещал дать Аврааму, то, что он поэтому обещал дать нам, которые крещеные во Христе, это на самом деле исполняется. В этом плане хлебоприломнение означает для нас кое-что разное, наверное, каждый раз мы это сделаем. Одно значение это просто так утешение и укрепление и подтверждение, я сказал бы, подтверждение о том, что наша вера это на самом деле там. Это не просто сказки, это на самом деле. Итак, я хотел прочитать 1 Коринфянам 11, где Павел писал об этом проломлении хлеба. «Я от самого пьете хлеба, и пьете чашу сей, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей, и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывайте себе человек, и таким образом, пусть ест хлеб сей, и пьете чашу сей». Давайте тогда помолимся за хлебом. Очень спасибо тебе за тот хлеб, который мы воспринимаем как символ тела нашего Господа Иисуса для нас сломимого. Пусть мы на самом деле будем отдать нашу жизнь, наше тело, нашу кровь, даже нашу жизнь тебе в ответ на таком милосте благодати, которую ты оказал нам. Отче, пребудь с нами и спасибо тебе за такое учащение и укрепление. Во имя Иисуса Аминь. Аминь. Думаю. — Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...